Всем привет! Меня зовут Дмитрий Шинко и в данном видеоролике Мы рассмотрим знак Скорпион, людей, рожденных под знаком Скорпион в 2016 году Очень-таки непростое время наступает для Скорпионов Если смотреть с точки зрения астрологии, то Сатурн второй год уже делает оборот в стрелец Достаточно враждебный для Скорпиона стихию И плюс к тому еще и год обезьяны, который будет всех людей трясти в этом году И испытывать на отношения, на взаимопонимание, на фильтр друзей и так далее Скорпион это коснется в наибольшей, пожалуй, степени Особенно во взаимоотношениях со своим окружением Это больше связано даже не с личной жизнью, а скорее с друзьями, делами, партнерами Когда начнете пересматривать, а нужны ли вам такие знакомые вообще или нет Стоит ли вам общаться, а может быть в жизнь пустить кого-то другого Хотя это будет сделать не так просто, так как в этом году Скорпион будет находиться под неким давлением Уходить несколько в тень Из жизни Скорпионов, как никакой другой знак, наибольшей степени затронет некая внутренняя трансформация Пересмотр жизненных взглядов Это может объясняться и на внешности, то есть смена стиля, внешнего облика и так далее Если брать личную сторону, вообще, особенно вторая половина года, у многих Скорпионов может возникнуть дилемма о выборе партнера, например Если вы еще не нашли свою половину, то если вы найдете, то это может быть сразу несколько человек То есть несколько романтических привязанностей даже И может такая быть вилка, чтобы выбрать, кого из них, кто более-менее, кто будет приемлемым И вряд ли вам кто-то подскажет, какой вариант будет лучше То есть выбирать придется вам Еще одно направление 16-го года для Скорпионов Уход и философский взгляд на жизнь То есть глобальный пересмотр То есть в этом году вы уже забьетесь в такой тупик, когда поймете, что жить как раньше уже неактуально, неинтересно Или это просто невыгодно Поэтому нужно будет пересматривать события жизненные Менять мировоззрение на многие вещи Касательно деловой сферы очень много будет перемен, изменений Например, в работе внезапно, если вы работаете в каком-то коллективе Внезапно захочется вам проявить какой-то креатив А вот давайте-ка я вот такую идею предложу Которая просто у всех вызовет 5 рублей вместо глаз И безумное удивление И не всегда эти предложения будут восприняты так, как вы это преподносите Какой посыл в этом несете То есть какие-то крайности постоянно В личной жизни некоторая трансформация произойдет, если вы уже в отношениях То возможно у многих суровых скорпионов несколько смягчится взгляд по отношению к своему партнеру Даже где-то они будут смягчаться, становиться более мягкими людьми Не всегда это будет в плюс Так как многие вас привыкли уже воспринимать такими, какие вы есть Но сломать вас в этом году будет сложно То есть вы будете находиться на этом острие перемен Внутренних перемен в первую очередь Так По поводу вообще общения знакомств Год обезьяны он вносит Он вносит новых людей в вашу жизнь Он из вашей жизни выгоняет всех старых Ненужные, застаревшие связи Которые ничего вам не приносят вообще А с новыми людьми достаточно легко будет происходить знакомство То есть буквально будут некоторые месяцы Там летние, например, месяцы Когда будет такое окрыление Что вы можете просто сходу с кем-то познакомиться Будучи по жизни закрытыми людьми Внезапно вы как-то раскрепощаетесь То есть вот даже вот такие перемены могут быть Или же наоборот Очень активно, жизненно активный скорпион Внезапно становится несколько приглушенным И приглушенным, то есть и закрытым И при этом к нему начинают тянуться очень необычные люди В плане знакомств Какие-то с необычными взглядами, может быть С какими-то своими необычными философскими суждениями Мировоззрением нестандартным Но вообще в этом году, шестнадцатом Скорпионом захочется быть некоторым таким вот революционером Идти против течения Грести против шерсти, если так можно сказать Но вот эти вот новаторские задумки, креатив Скорее всего, просто может обернуться перед вами Глухой стеной, океаном непонимания Поэтому очень аккуратно Возможно, проговаривайте, пишите в дневник Что бы вы хотели изменить Не по части себя, а по части мира вокруг вас Чтобы просто хотя бы не быть неправильно понятыми Чтобы не выглядеть каким-то чудаком И городским сумасшедшим в глазах других Придет ваш час, чтобы состроить какие-то То есть поставить на рельсы какие-то свои креативные идеи Но не теперь Сейчас нужно будет заниматься самокопанием Самоизучением Уход, возможно, в эзотерику Увлечение оккультизмом То есть такого рода занятия Но это ни в коем разе не говорит о том Что вы отвлеклись Или вас выбросила за борт общая жизнь Нет В работе даже наоборот Вот эта чрезмерная активность Возможно, даже смена деятельности Вот в первой половине года Будет так маячить Допустим, смена деятельности Или те, кто не работают, прийти Но все-таки я бы рекомендовал это делать После второй, со второй половины года После июля К концу лета и переход в осень Гораздо более успешным должно быть время Для смены, например, рода занятий Нежели первой половины года Просто первой половины года Может вам показаться более рутинной И заставить вас сменить Как будто бы вы там уже Себя изжили и реализовали по полной Так Ну, вообще в этом году Конфликтные ситуации и вообще общие конфронтации Могут нагнетаться Они могут вас просто окружать Просто одного вашего взгляда Порой может быть достаточно Для того, чтобы уже создать конфликт на ровном месте То есть все будет вокруг гореть просто Воспламеняться Возможно, вы покинете 2016 год Уйдя в 2017 с испорченной репутацией Или же вы Вклюнетесь в 2016 году В этот целый океан интриг Каких-то закулисных игр Прославитесь какой-то скандальной личностью Например, будете огрызаться со всеми, ругаться Зачем вам это нужно? Просто здесь вот в этом году В 2016-м есть вот этот конфликт Когда вы хотите всего Изменить мир вокруг себя И себя в том числе А люди вокруг этого не хотят ни разу И тем более прислушиваться к вашим идеям Вот примерно Я фигурально, конечно, пытаюсь донести Но примерно это выглядит вот так вот Так, что еще? Что еще? Так, это я Сказал Это я сказал Да Главный девиз 2016-го года Для скорпионов Это терпение Ну, даже можно На основании того Что я уже выше перечислил Можно, конечно, сделать выводы Терпение И любая поспешность Она может быть Скорее Наказанием Поэтому лучше, конечно Перетерпеть какие-то моменты Просто держите всегда в голове То, что ваш час еще прогремит Несколько позже Несколько позже Шестнадцатый год Просто ставит некую точку А для кого-то и загогулину По прошествии уже Какого-то периода времени Цикличности Для кого-то девяти лет Для кого-то семи лет Для кого-то четырех лет Некая точка отчета Разрывая старое Начинаем новое Так Да, про вот эту чрезмерную Социальную активность Я сказал По поводу реализации Да, работы еще раз Хотелось бы сказать Что это со второй половины года Кстати, очень вероятны Хорошие карьерные витки У многих скорпионов Со второй половины года Просто даже выход В необычное пространство рабочее Там, где прибыльно Там, где уютно Там, где перспективно Единственное Всегда в коллективе Если вы, например, в коллективе работаете Попадется какая-нибудь гадюка Которая будет являться для вас провокатором Будет чувствовать вас Эту энергетику Которая готова воспламениться Поэтому совет года Не только терпеливость Но и Наступив себе на горло Придержав свою гордыню Можете пройти дальше В более качественную жизнь Уже в 17-18-е годы То есть Стать менее ретивым скорпионом Менее дерзким скорпионом Тогда вы Гораздо более мягче Пройдете эти неприятности Ну, скорее мелкие неприятности Связанные со взаимоотношениями Так, ну Сейчас я пробегусь по восточному Гороскопу Для скорпионов По восточному задиапу Первый Скорпион Рожденный в год крысы Что их ждет вкратце В 2016 году Самоеды Люди будут себя грызть изнутри Что я не так делаю Почему я сегодня не успешный А может быть не стоит так делать А может быть стоит призадуматься Ребята, вам нужно эти шаблоны разорвать Добавить несколько философское мышление Возможно В эти депрессивные мысли Может быть больше романтизма Чтобы смягчить эти положения С материальной точки зрения Год успешный Не бойтесь себя Не бойтесь показать себя Но только тогда Когда вы почувствуете Что это можно Не дерзите просто так На ровном месте Далее Скорпионы, рожденные в год быка Опять-таки Год карьеры Год расширения деятельности Новый человек Если вы познакомились С мужчиной и женщиной Не важно Какой-то новый человек Который может перевернуть Ваше мировоззрение В этом году Возможно это будет В рабочем порядке Возможно это будет Человек по работе А может быть на отдыхе Не важно Этот человек может составить вам На достаточно длительный период времени Очень хорошую партию Как минимум моральная поддержка Обратите на это внимание Далее Скорпион, рожденный в год тигра Работать, 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 работать Такое ваше кредо Будет даже с конца уже 15-го года Вот трудиться, трудиться Какие-то планы Но там нужно будет В 16-м году Несколько расслабиться Но работа от вас Это никуда не уйдет Даже если вы сейчас не работаете Вы устроитесь Не надо окунаться с головой Потому что иначе Вы пропустите весь романтизм года Год обезьяны Подкидывают людей Подкидывают романтики Подкидывают горячих Каких-то романтических ситуаций Которые Раз в 12 лет могут попадаться Понимаете Поэтому разделяйте Где отдых А где работа Иначе уйдя с головой В какие-то бумаги Дела Не важно кто чем занимается Просто можете упустить Отличный шанс Для построения личных отношений Далее Скорпион Рожденный в год Кота Или кролика Важными станут Родители Важными станут Братья и сестры Важными станут Ваша семья Для вас в этом году Важным станет Дом Важным станет Быт В общем-то Возврат В какие-то Свои Такие родные Пенаты Когда нужно Обращать внимание Все то Что вам На то Что вам близко И кто вам близок Это важные аспекты Возможно Вопросы С приобретением Недвижимости Либо переездом Из комнаты в комнату Из квартиры в квартиры Из страны в страну Вот у котов-кроликов Более-менее Годик Положительный Единственное Там с личной жизнью Могут быть Какие-то Распределения Но это надо Детально рассматривать Конечно Дату Но Какие-то тенденции В личном В личных вопросах Очень серьезные Есть У каждого По-разному Это может Воспроизводиться Просто Далее Скорпион Рожденный в год Дракона Загадочные Личности Вы наметены Купить квартиру Вы готовы Взять большой кредит Под дело Или вы просто Хотите Приобрести Новый компьютер Телефон Или автомобиль Дерзайте Все получится Но лучше Со второй половины Шестнадцатого года Уладьте конфликты С друзьями Улаживайте конфликты С родственниками Возможно Вы с кем-то Находитесь в конфликте С двенадцатого Тринадцатого года Вспомните В этом году Самое время Наладить эти отношения Чтобы дальше Они больше не разрывались Далее Скорпион Рожденный В год Змеи Самые сексуальные Сочетания Самые обаятельные Хитрые Скорпионы В этом году В год Обезьяны Ваш ориентир Будет настроен На партнерские Отношения Если вы хотите Или уже Поставили цель Идти к ней Лучше с кем-то Рядом Бок о бок Не самостоятельно Конечно Вы и в одиночестве Добьетесь Пьедестала Но Чего это вам будет стоить С усталостью На лице Вы будете возвышаться Над всем миром Куда лучше Когда с вами есть Какой-то Единомышленник Или единомышленники Важно Нужно Четко будет Различать Фальшь Дезинформацию От реальности Именно в этом В этих вопросах Очень поспособствует Близкий круг Обратите на это внимание Далее Скорпион Рожденный в год Лошадью Вам нужно будет Стараться Отбиваться За свою семью За себя За свое дело За своих детей За свой дом То есть Стоять Во голове Угла Быть Главным Важным И авторитетным Защищать Интересы Не только Своей Своей Семьи Но и своего Допустим Коллектива Или своего Проекта Чего угодно В общем-то Ответственность Не хило Вас ляжет На ваши плечи Поэтому Обратите внимание На это Далее Скорпион Рожденный в год Козы Или отцы Опять Самоедство Опять Грызня Себя У меня Может это Не получится А вдруг Меня не так Поймут Здесь Нужно будет Более позитивно Смотреть на вещи Но не получилось И хрен с ним На самом-то Деле Хотя Если Сглаживать Углы И менее Критично Смотреть на себя То очень Многие дела Пойдут в гору В этом году И кстати Немаловажно В этом всем Будут играть Роль Новые знакомства Именно Новые знакомства Приобретенные Уже в шестнадцатом году Возможно С конца пятнадцатого года Тоже Обратите на это Внимание Далее Скорпион Рожденный в год Обезьяны Ваш год Ваш год Раз в двенадцать лет Либо вас В свой год Жизнь Опускает ниже Плинтуса Либо возвышает Прямо За облака Кому Как Но самое Главное Что коснется Всех скорпионов Обезьян В год Огненные Обезьяны Это взаимоотношения Можете Разругаться Просто в хлам С какими-то Очень близкими Людьми И кстати На долгие годы Они могут выпасть Из вашей жизни А вот Новые люди Которые придут Могут застрять На ней Вообще Навсегда То есть Это очень важно Соблюдать баланс Компромиссность Да Вот эта ретивость Дерзость В этом году У вас может проявляться Нетерпимость К чужим взглядам Ставить кого-то На место Обратите внимание Просто на свое поведение Чрезмерное Вот такое вот Чрезмерное Агрессивное поведение Может вам навредить Возможно эти люди Выпадут и не зря А возможно Вы потеряете Очень нужных Дальше Скорпион Рожденный В год петуха Вам нужно будет Воспрямить Хватит быть Тихой Застенчивой Зажатой Жрать себя Показывать всем В 14-15 году Какая вы Счастливая И удачная Или несчастливчик Или удачливая А на самом деле Приходя домой Грызть себя Вот в этом году Нужно будет Разрушить Эти стереотипы Разрушить Эту тенденцию Натягивать улыбку Проявлять позитивизм Разрушать Старые связи Пересмотреть Список друзей Проявлять Социальную активность Наконец Это очень важно То есть Показать Что вы что-то умеете Особенно со второй Половины 2016 года Наконец-таки У вас появится Возможность Как-то планировать Например Свой бюджет Не раскидываться Налево-направо Последними Копейками Начать на что-то Копить Поставить Более конкретные Цели На стратегию Далекие И так далее Вот это будут Основные аспекты 2016 года Дальше Скорпион Рожденный В год Собаки Так Как и у Выше Перечисленных Скорпионов Вот Какое-то Чувство Неудовлетворенности Опять-таки Самоедство Уничтожение Себя Втихую Пожирание Себя Почему у вас Это не получится С чего вы Это взяли Вообще Совет для Скорпионов Собак В этом году Это Например Покинуть Город Страну Возможно Переехать Куда-то Чтобы сменить Обстановку Это Кстати Придаст Вдохновение Придаст Вам силу Уверенности В своих силах В своем таланте Это Очень важно Такое Некоторое Отстранение В течение года Можете То отстраняться От жизни От суеты Потом опять Сближаться Потом у вас Закончится Побыть в уединении Вот такие Колебания Примерно В течение 2016 года Далее Скорпион Рожденный В год Кабана Ну Эти люди Предприимчивы Поистине Авантюристы Люди Ходящие По лезвию Постоянно Находящиеся На Каком-то Острие Вот этом Риска В этом году Ваша смекалка Вам может помочь Там где надо Вы промолчите Там где надо Вы скажете Вот интуиция Вас не подведет В этом смысле Я очень на это Надеюсь Во всяком случае В нужный момент Вам нужно Выстрелить И это Поможет вам В первую очередь Как в деловых Так в материальном Плане И Как и для всех Скорпионов Которые Входят В год Обезьяны Это Взаимоотношения Хорошо бы Если бы Вы Шли К этим Целям Не Серым Кардиналом Не В одиночку Авантюрно Как-то А именно С каким-то Коллективом С другом С партнером С подругой Не важно С кем-то Вместе Тогда Это будет Тогда Осуществление Ваших Планов По интуиции Будет гораздо Более Качественным И перейдет В качество На этом Пожалуй Все Для Скорпионов Единственное Что я хотел бы Скать Что Любого из вас Я рад видеть На консультации В какой бы Точке Мир Вы Находились Вы Всегда Можете Со мной Связаться Через Официальный Сайт По ссылке В титрах Либо Найдя Меня В соц Сетях Чтобы Разобрать Именно Вашу Дату Рождения Персонально Посмотреть Где Ваши Падения Взлеты Где Ваша Личная Жизнь Где Ваши Деньги Где Деньги Несколько Отвернулись От вас Все Это Можно Делать Путем Номерологического Гороскопа Разложив Вашу Дату Рождения И Имя Всегда Буду Рад Вам Помочь В любом Случае Я Желаю Успехов В новом 2016 Году Меня Зовут Дмитрий Шумко Счастливо 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 Счастливо